Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по темпам экономического роста еврозоны в 9.00 по GMT. По сути, этим релизом мы откроем текущую торговую сессию. В 12.30 по GMT нам предстоит проанализировать данные по состоянию американского рынка труда. Официальный отчет, который всем известен как Non-Farm Perils. Эта статистика точно не оставит равнодушным никого. Она априори провоцирует серьезные движения на рынке казначейских облигаций, серьезные движения доллара в фондовых инструментах. Но сегодняшний релиз будет еще интерпретироваться трейдерами, как тот самый отчет, который поможет уточнить перспективу американской денежно-калитной политики. Это очень насущная тема для всех инвесторов и трейдеров, потому что мы до сих пор хотим разобраться все-таки, есть ли основания у Федрезерва, чтобы начать смягчать национальную монетарную политику в ходе сентябрьского заседания. Либо все-таки появятся предпосылки в виде слабых релизов, которые будут усиливать риски для экономики и могут заставить американский регулятор снова сместить фокус внимания на первоисточник всех этих проблем и осознать то, что инфляция еще достаточно высока. Чтобы предпринимать какие-то меры по стимулированию, лучше сохранить ставку высокого течения длительного периода времени. При таком сценарии, конечно же, смягчение политики, снижение процентной ставки, будет ехать до конца этого года и нам позволит еще продолжительное время поработать с идеей потенциально крепкого, сильного американского доллара. Помимо данных по Non-Farm Perils, 12.30 по GNT также выйдет отчет по состоянию канадского рынка труда. Канадский доллар в нашем портфеле очень давно. Пара доллар-канадец на данный момент торгуется в районе отметки 1.3670. И я не оставляю, опять же, надежд увидеть этот инструмент в районе 1.38 и потенциально повыше. Особенно после того, как Банк Канады на этой неделе снизил ключевую процентную ставку и, по сути, стал первым регулятором среди стран большой семерки, который пошел на подобный шаг. Сейчас, конечно же, тенденцию подхватили еврозона. Может быть, будут и другие центральные банки. Но глобальные макроэкономические условия меняются. Мы должны быть к этому очень адаптивными. Смягчение экономической политики – это закладка фундамента для долгосрочной слабости соответствующих инструментов. Особенно, когда на повестке стоит конкуренция этих активов с американским долларом, где, как вы знаете, ставка все еще остается крайне высокой. В 14.15 по GNT после всех макроэкономических отчетов состоится еще выступление Кристиан Лагард. Но это, наверное, для тех оно будет интересно, кто не уловил все необходимые сигналы от Европейского Центрального Банка в ходе заседания ИЦБ, которое состоялось на прошлой неделе. Вкратце по основным инструментам. Индекс доллара в районе 104 пунктов по сути те же самые значения, что и в ходе вчерашней торговой сессии. До выхода данных по Non-Farm Perils у нас последних релизов был слабый отчет ADP, но этот слабый отчет ADP был компенсирован очень хорошей статистикой по темпам роста деловой активности в сфере услуга ISM, когда мы наблюдали за скачком по собственному индексу выше 50 пунктов, который выбрался в зону роста. Композитный индекс, кстати, восстановился с 51,3 до 54,5. Композитный индекс как раз объединяет и промышленность, сфера услуг. В общем, есть очень неплохие задатки на то, чтобы темпы экономического роста во втором квартале американской экономики были довольно неплохими. Что касается релиза Non-Farm Perils, какие ожидания и прогнозы? Большинство аналитиков считают, что в прошлом месяце американская экономика создала 185 тысяч новых рабочих мест. Это выше, чем два месяца назад. Уровень безработицы, скорее всего, останется на прежней отметке 3,9%. Динамика роста заработных плат также, скорее всего, без изменения, в годовом выражении 3,9%. Но лично мне, как трейдеру, который делает большой акцент на рост американского доллара, сегодня хотелось бы увидеть все-таки более высокие показатели прироста заработной платы, потому что как раз этот подкомпонент данного отчета будет влиять на будущие показатели инфляции, сохранит эти инфляционные риски, которые будут впоследствии убеждать чиновников американского регулятора, что они все правильно делают, сохраняя статус КО. Вероятность снижения ставки в сентябре, перед тем, как выйдут данные по Non-Farm Perils, прямо сейчас оценивается рынком в 55%. Я думаю, что в понедельник, когда я проведу следующий брифинг после Non-Farm, у меня будет возможно сказать то, что вероятность снижения процентной ставки оказалась снова ниже 50%. Поэтому идея фундаментального роста доллара, она остается актуальной. И я по-прежнему рассчитываю на то, что индекс доллара прорвется выше 105 пунктов. Золото – 2381 доллар за тройскую унцию. Очень правильное решение было спекулятивно купить этот актив. Цель – ближайшие 2400 долларов за тройскую унцию. До публикации отчета по Non-Farm Perils у нас еще несколько часов, поэтому, учитывая, как растет золото, я допускаю, что мы можем протестировать данную планку уже до выхода данного релиза. Но на уровне 2400 я все-таки рекомендую, друзья, фиксировать результат этих позиций, потому что сентимент снова меняется, и рынок уходит в такое балансовое состояние по преобладанию на рынке покупок и продаж. То есть, в принципе, сейчас около 50-50 по продавцам и покупателям. Это не самая лучшая среда, если не сказать иначе, для того, чтобы принимать решение о торговле этим активом. Но все-таки спекулятивно, как мы определили раньше, пока есть еще шанс добить около 20 долларов на факте растущей волатильности, которая будет только усиливаться перед выходом данных по Non-Farm Perils. Евро против доллара 1.0895 европейский Центральный банк снизил процентную ставку впервые с 2019 года. Все без изменений. Минус 25 байсных пунктов, фактическая ставка теперь 4,25%. На пресс-конференции Лагард отметил, что последующие решения будут зависеть от фундаментальных отчетов. Если инфляция продолжит снижаться, а экономика демонстрирует признаки замедления, новые стимулирования, новые снижения неизбежны. Рынок, собственно, сейчас уже прогнозирует еще два снижения процентной ставки со стороны ЕЦБ в ходе сентябрьского заседания и в декабре. Я думаю, что так оно и будет. Сегодня, кстати, данные по ВВП Еврозоны в 9.00 по GMT. По прогнозам никаких изменений не будет. В годовом выражении 0,4%. В первом квартале прирост составил 0,3%. Ну, если будут отклонения в сторону снижения, то тогда считайте, что есть дополнительные аргументы того, чтобы евро перешел к снижению, потому что снижение и замедление темпов роста европейской экономики – это сигнал для Европейского центрального банка продолжать стимулировать ее через низкую процентную ставку. Но евро сейчас, судя по всему, будет реагировать только на то, что происходит с долларом. И нам нужно добиться условия, при которых к снижению, точнее к росту сначала перейдет доллар, и укрепление позиций американского доллара уже надавит на прочие рисковые инструменты. Национальный фундаментальный фонд, как вы уже наверняка понимаете, сейчас за то, чтобы евро исключительно снижался. По другим активам S&P 500 – 5366 пунктов, новый исторический максимум и цель 5500. Эфириум – 3800, ждем закрепления. Второй криптовалюты мира по капитализации в районе, собственно, 4000 и выше. Доллар иена 155.75 потенциал для снижения все еще сохраняется. Мы рассчитываем на снижение программы количественного смягчения объемов выкупа облигаций. Это создаст условия для укрепления японской иены. Мы делаем акцент на риторику Банка Японии, на постоянные предупреждения о возможных валютных интервенциях с целью стабилизировать курс. Мы обращаем внимание на факт роста заработных плат, что может убедить руководство Банка Японии в том, что инфляция в связи с этим может возрасти. И сохранение высоких инфляционных рисков, по крайней мере, позволит Банку Японии придерживаться жесткой риторики. Пусть не повышает процентную ставку, но говорит рынку о том, что текущие экономические условия и риски, о которых я сказал, позволяют Банку Японии рассматривать ужесточение политики на перспективу. Этого будет более чем достаточно, чтобы мы в конечном счете добились снижения пары доллар-иена ниже планки 155 иен за один доллар. Доллар канадец 1,3670. Ранее разбирали уже решение Банка Канады по снижению процентной ставки. Сегодня данные по рынку труда Канады. Ожидается очень слабый отчет. После прироста новых рабочих мест на 90 тысяч два месяца назад, в этот раз занятость увеличилась скорее всего не более чем на 22 тысячи. Ожидается роста уровня безработицы с 6,1 до 6,2%. Равнодушным, конечно же, канадский доллар после этого вряд ли. Останется и слабая статистика. Еще раз нас вернет к идее того, что Банк Канады продолжит снижать процентную ставку. Причем канадский регулятор, как отметил Тиф Макли, может пойти на снижение. Следующее снижение процентной ставки уже в июле. И потом занять такую осторожную позицию и придержать коней до конца года. Перспектива смягчения экономической политики в Канаде с фактом все еще ожидания дальнейших распродаж на рынке нефти меня убеждает в том, что пара сохраняет потенциал для роста. Ну и нефтянка. Бренд 80 долларов за баррель. Сантимент по-прежнему зашкаливает. 71% находится в покупках. Мы не обчартим. Цель 75 долларов за баррель. Рост запасов, сигналы от ОПЕК, в частности от Генсека ОПЕК, от России о том, что квоты могут быть пересмотрены. Начиная с сентября объем добычи, скорее всего, начнет расти. Это все те условия, которые поддерживают продавцов. Поэтому нисходящая динамика в приоритете. Ждем отработку этой идеи. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!